Всем привет! Меня зовут Салимшан Гафуров. Я руковожу лабораторию автотранспортных систем университета Иннополис. И сегодня, вернее, она анонсирована вот это наше мероприятие как лекция, но я думаю, что кто я такой, чтобы кого-то учить и вообще вести это в формате лекции. То есть это, скорее всего, разговор про то, что мы делаем и, наверное, про то, чем я занимаюсь, про то, чем занимается моя команда в лаборатории. И если бы это был традиционный для меня разговор, то мы бы говорили про технику вопроса, про то, какие алгоритмы мы применяем, почему так или не так. Но сегодня тема поставлена так, что мы вынуждены и вообще уровень технологий развития технологий таков, что нам нужно рассуждать еще и про этические вопросы, про социальный аспект внедрения беспилотных автомобилей. И штука в том, что вообще, на самом деле, это довольно-таки личная для меня тема. Почему? Потому что, ну, вообще автомобили как таковые, я, как и многие мальчишки, я влюбился с детства в автомобили, да, и благоговейное такое преклонение было у меня перед автомобилями. Но в трехлетнем возрасте я спросил у мамы, почему у меня только один дед, один дедушка, да, и она мне рассказала историю о том, что мой дед погиб в автомобильной катастрофе, и где, в которой каждый ее участник должен был принимать решение. Вот. И это было на базе этики. То есть, это ровно то, о чем мы сегодня поговорим. То есть, такая, довольно-таки, у нас личный разговор, что ли, будет приватная беседа про, про личный опыт, что ли, да, переживание про это все. Вот. И начнем мы с техники, да, закончим то, почему мы должны выбор делать этот, и стоит ли вообще его делать, этот выбор, и что за выбор-то мы должны сделать. Вот. Я набросал несколько слайдов, их 33. По ходу разговора я буду демонстрировать кое-что из внутренней автомобиля, то, как мы это делаем. Вот. Ну, собственно, если у кого-то будут вопросы, то, как это модно говорить, да, задавайте в чатике, да, или как-то, как-то так. Начнем с техники, да. Известно, что первый автомобиль был сделан в 1885 году, Карл Бенц. Здесь его модель этого автомобиля. Причем модель, потому что на первом же тесте, на первом же тест-драйве автомобиль въехал в стену. С тех пор автомобили стали намного более безопасны, да. Ремень безопасности появился тот самый, который мы сейчас знаем, трехточечный, в 1959 году автоконцерт «Вольво». В подушке безопасности первой работы в 1964 год, это Япония, в то время подушку безопасности использовалось взрывчатые вещества. С 1965 года уже круиз-контроль появился в автомобилях. А последние годы, мы видим, там, последние десятилетия, то то, что автомобили становятся более интеллектуальными. Все усилия нацелены именно на это. Почему? Потому что мы повысили надежность автомобилей, сделали их безопасными для пассажиров, насколько это возможно при текущем уровне развития материаловедения, технологий как таковых. остался последний бак – это водитель. Вот. Почему водитель, человек – это бак? Здесь я привел некоторую статистику, релевантную для России. 80% всех аварий – это вина водителей. Она обусловлена разным комплексом причин. Кто-то говорит, да, там, это из-за плохих дорог, это из-за того, что у нас там погода плохая и так далее. Неважно. То есть, вот есть водитель, да, и установленный факт, что вот 80% – это вина водителя. При этом на дорогах, там, разная статистика приведена, но, в общем, если округлить, то это 19 тысяч потерянных жизней ежегодно. То, что мы теряем каждый год на дорогах. При этом мы не говорим еще про людей, которые остаются инвалидами или как-то там пострадали в целом. Вот. Автоматизация, вернее, автомобилизация в России, она является одной из самых беспрецедентных. Сейчас почти 60 миллионов автомобилей на дорогах у нас, да, на самый высокий темп роста. Один из самых высоких темпов роста. При этом другим фактором здесь является, что зачастую автомобиль нам рисуется, там, в рекламах и в различных проспектах, когда ты идешь, то это некоторое… Это такая фановая вещь. Это классно, это здорово, это приятно, ты проехал. Здорово вообще, никаких сложностей. Но нам ли не знать в России, насколько вождение может быть тяжелым, да, какие погодные условия могут быть. И другим аспектом здесь является то, что за последние, там, 30 лет в России выросло количество дорог, общепродяжённых дорог выросло в три раза, да. И при этом там ситуация с пробками во многих городах одна, там, из самых, там, вернее, ну да, это там огромная проблема вообще для многих городов России. Вот. Если, ну, то есть, вот эти все факторы сложить, то вообще можно задаться вопросом, а сколько мы вот теряем времени в этих поездках и что это за время такое. Я провел небольшой расчёт, он может быть немножко такой дилетантский. Я это вот, когда готовился к лекции, я это делал. Вот я тоже сделал ошибку, я назвал лекции. Вот. К разговору я готовился. В среднем, вот если посчитать, то мы тратим в день 50 минут на дорогу. При этом, вот на данный момент экономически активным населением России является 74,5 миллиона жителей у нас здесь, да. Всё, мы говорим про Россию, там, про мир, не замахиваемся. Вот. Это означает то, что мы в день тратим почти что 4 миллиарда минут. Просто вот в пустую, просто на дорогу. Вот. Если разделить эту величину на среднюю продолжительность жизни, она у нас сейчас 74 года, по официальной статистике, по крайней мере, мы должны верить. Вот. То это означает то, что каждый день мы тратим 97 жизней на дорогу. Каждый день. Ну, то есть, это сложно вообще уложить в голове вот такой расчёт. То есть, это вот то, что мы тратим с вами, да. И ответ, почему вы на полисе, мы, да. Ну, в целом. Да, 5 минут в день, господа. Да. На дорогу. Примерно. Вот. Итого, то есть, у нас, ну, это большая проблема. То есть, это не новая мысль в целом. Многие, там, разработчики начали думать о том, а как бы сократить, а как сделать времяпрепровождение в автомобилях более приятное. И логическим продолжением этого было это внедрение Адаст систем. Система помощи водителю, так называемая. И для очень долгое время это была такая панацея. Вот. То есть, давайте-ка мы внедрим адаптивный круиз-контроль. Мы внедрим что-то, что поможет водителю, вернее, снимет с него стресс. Да. Это прежде всего было про того, чтобы уйти, избежать аварии. Но в целом есть такое сравнение. Оно мне очень нравится, что даст системы, если мы говорим про их влияние на смертность на дорогах и на самом деле, ну, сколько мы, как мы аффектим на это, то есть, как мы влияем на эту величину, то это все равно, что вот прыгать с крыльями человеку и вот, и надеяться, что в один однажды ты полетишь. Вот. Это вот примерно тот же самый, ну, аналогия примерно такая же. Вот. Я сейчас поясню чуть больше вот на этих слайдах. Этот график качественный, он про, ну, то есть, не надо здесь, там, как-то очень к нему относиться, слишком буквально. У меня немножко подъехали подписи, но штука в чем. Вот прямая линия, да, прямолинейная, прямолинейная кривая, это про обычные автомобили. Здесь по оси абсцисс, количество нажатия на педали тормоза и по оси ординат количество предотвращенных аварий. То есть, есть прямая зависимость. Если ты не нажал, то, собственно, на педаль тормоза ты не избежал никакой аварии, ничего не предотвратил. Вот. Системы, это помощники водителю, да, они позволяют, это вот вторая кривая, более, более крутая, они позволяют, ну, качественно повысить, улучшить эту ситуацию по предотвращению аварий на дорогах. Но если мы добавим немного сенсоров, то мы получим вот эту кривую. Мы получим беспилотный автомобиль, который позволяет избежать практически 100%. Вот здесь вот я сказал практически, это то, к чему нужно зацепиться в следующих, в следующих слайдах, о чем я буду говорить чуть-чуть дальше. Итого, вы видите, это абсолютно разные системы, хотя по философии своей вроде бы как они одинаково очень близки к тому, что хотели бы видеть разработчики в целом, на что они нацелены. Есть такая статистика, что системы помощи водителю, они реагируют на тысячи километров, вернее, на километры они реагируют, там как-то внедряются, реагируют на происходящее, на процесс вождения, где-то это величина равна одной статысячной. Если мы говорим про системы беспилотные, про беспилотные автомобили, то это примерно тысяча раз на километр. Вот такая величина происходит сейчас, вернее, сейчас есть. Мы здесь также перекладываем свой опыт, имеется в виду опыт создания беспилотных автомобилей, которые мы накопили в университете Иннополис. Мы изготовили на текущий момент беспилотные автомобили на пяти разных платформах. И вот, например, несколько кейсов, несколько сценариев. Вот человек, это верхний угол правый, который стоит вроде бы около дороги. Что он будет делать? Он будет переходить дорогу или он просто смотрит что-то? То есть, как вы поведете себя в этой ситуации? Вот, Саша, как ты поведешься в этой ситуации? Вот ты видишь, что он проезжает, вернее, ты проезжаешь... Пока он не наступил на дорогу, он не переходит дорогу. Ага. Вот это одна из... Беспилотный автомобиль будет делать, что он увидит, что есть человек, он притормозит, он действительно убедится то, что человек стоит в течение какого-то времени. Есть разные модели. Как это делать? Одна из самых простых моделей это то, что система perception говорит тебе о том, что вот там есть человек. И дальше ты на основе модели его динамики говоришь, что вот он может пойти вот с такой-то траекторией, вот с такой-то скоростью. Это такой prediction его намерений. Вот. Гораздо более сложный сценарий это вот здесь, когда у тебя большой трафик, когда много машин, когда много пешеходов, когда очень много юзеров на дороге. Вот. И в данном случае система помощи водителю абсолютно бессмысленна. Вот. Сколько таких сценариев у нас в последней жизни в больших городах? Их масса. Вот. Особенно когда есть водители за рулем, да, но еще остаются люди. Вот. Здесь сейчас про то, как видят беспилотные автомобили. Сейчас вы видите картинку. Я надеюсь, что вы ее видите, во-первых, да. То, как мы проезжаем по Иннополису с помощью лидара. Лидар это основополагающая вообще, основополагающая технология, которая лежит в основе беспилотного транспорта. Она позволяет нам чувствовать мир с очень высокой точностью. И здесь я, здесь демонстрируется, что есть карта, что может быть картой для беспилотного автомобиля. Она, если вы там посмотрите. Ну, у меня, по крайней мере, это там правый угол, да. Это про то, что могут быть HD-шные карты, которые созданы, условно говоря, это поле линий какие-то с набором правил, вшитых в них. А может быть, это карта, собранная вот таким образом, с помощью лидара. Там фьюзится несколько данных, несколько сенсорных источников. Но, тем не менее, лидар позволяет нам в данном случае видеть мир абсолютно четко, абсолютно точно. Он не зависит от времени суток. Он, по большому счету, ну, то есть все говорят, что лидару страшна грязь, но это не так на самом деле, если умеешь работать с лидаром. И что хорошо, он видит 360 градусов, он видит на 220 метров вперед, независимо от времени суток. Лучше это, чем я за рулем. Ну, на мой взгляд, да. Вот. Дальше следующее, что я хотел показать, это сценарий, когда мы едем по городу, и это темное время суток, и это дождь. Вот здесь вы можете видеть следы на лобовом стекле, работу дворников. И это система, это сырые данные, которые получают. Система здесь продемонстрирована, да, то есть видно то, что система постарается видеть постоянно, что происходит. Она может делать ложные предикты о том, что там что-то располагается. Это уже там вопрос, как ты работаешь с данными и так далее. Я специально не стал ставить сюда какое-то нечто красивое, то есть чтобы люди понимали, как это работает на самом деле. Вот здесь классный момент сейчас был, был засвет, но тем не менее мы не потеряли, баунтинг-бокс был, да, мы не потеряли этот объект и довольно-таки точно его предиктили, как он, куда он едет. Следующий, я хотел здесь показать, опять-таки, это довольно-таки темное время суток, это дождь, опять-таки, как работает со светофором здесь. Мне могут возразить то, что, ну, мол, здорово, классно задетектировать светофор, когда у тебя ничего нет вокруг, но по большому счету, то есть это не возражение, да, то есть это такой дилетантский взгляд на мир в данном случае. Вот, то есть алгоритм смотрит на заданную зону, он постоянно ищет светофор, он постоянно, дальше, когда он его нашел, работает классификатор и говорит, сейчас светофор цветцы, светофор вот такой. Вот. Дальше я хотел показать, как мы работаем с пешеходами, что происходит не только их там детект, да, но и происходит постоянно его, здесь вот видна картинка с камеры, да, что видит, грубо говоря, автомобиль по камере, да, и что видел бы человек, по большому счету, если бы он не вертел головой, и вот он смотрит только там фронтальн перед собой. Вот. Здесь видно, что когда пешеходы не видны по камерам, но тем не менее мы, вроде бы не видны, вернее, по камерам, тем не менее мы их видим, да, которые вроде бы вне поля нашего зрения. Вот. Ну и небольшие результаты, первые результаты, которые были получены вообще нашей командой при проезде показаний, это набор, это такое а-ля свайт-шоу, для того, чтобы показать, как много объектов одновременно видит наша система, да, то есть я не уверен в том, что человек придает значение абсолютно всем, всему тому, что видит, да, но важно понимать то, что вот система видит эти все объекты, и она одновременно анализирует общее взаимодействие между этими объектами, вот, и тогда ты можешь сказать, ого, вот, наверное, мне стоит следовать вот таким образом. Итак, я показал, как эта система видит, вот, и следующий резонный вопрос, вот, Саш, ты поддержишь технологию, которая позволяет избежать 80% инцидентов на дорогах? Поддержу, как? Вот, и большинство поддержит, да, а следующим резонным вопросом является, давай немножко, я все-таки назад пока предвосхищаю этот слайд, следующий резонный вопрос, это 30-й год, ты ездишь без пилотов на автомобиле производства университета Иннополис, вот, и думаешь о том, что, как здорово, сейчас я еду сюда или туда, вдруг у тебя отказывают тормоза, да, и ты понимаешь, что скорость своя высокая, впереди пешеходный переход, на нем много людей, что ты должен сделать? Что автомобиль должен сделать? Я, наверное, бибикую и пытаюсь нажать на тормоз. Да, нажать на тормоз, бибикаешь, то есть у тебя есть какая-то интуитивная, какой-то ответ на это, то, что там происходит, но ты понимаешь то, что, в принципе, ты все-таки кого-то собьешь, тормоза у тебя не работают. Да? На струль, метр-два, перед пешеходный переход. Это один из ответов, да, и вот стоит запомнить этот ответ и чуть-чуть, через несколько свадеб вернуться к нему. По большому счету, то, что я сказал, это проблема, которая разработана была много лет назад, довольно-таки десятилетия назад, это проблема вагонетки, да, она разработана философами, и вообще, на самом деле, сегодня мы имеем прекрасную возможность проследить взаимосвязь между философскими мыслями и их воплощением в металле, вот, и в действиях на дорогах на самом деле. Так что философское образование, наконец-то, имеет силу, реальную силу я имею в виду. Итак, это проблема вагонетки, да, и изначально она, ее формулировку можно представить вот таким образом. Здесь, вроде бы, все относительно, ну, как, относительно просто, как бы цинично это ни звучало. У вас два пути, вам нужно куда-то, то есть вы не можете остановиться никаким образом, у вас есть группа людей, есть один человек, это довольно-таки избитая тема на самом деле, но, тем не менее, что выбрать, да, вот по какому, много людей или один, Саша, как ты думаешь? Ну, с точки зрения философии, конечно, невозможно выбрать, но если считать, то, видимо, одного сбиваешь. Одного. А теперь, мы сейчас проводим эксперимент, на самом деле, в реальном времени, Саша была не готова к этому. Мы говорим о том, что там условия немножко изменились, вот это вот, это вот самый близкий твой человек. Что делаешь-то? Довольно-таки жестокий эксперимент, кстати, говорит, да. Видимо, ничего не должно измениться. Видимо, это ключевое здесь, да, вот, видимо здесь, в данном случае ключевое. В том, в той проблеме выбора всего было два кейса, да, ты либо там идешь, либо здесь идешь, по тому пути или по этому. У автомобиля все гораздо сложнее, потому что кейсово больше. Вот тот же самый случай, это вот ты, да, за рулем. И у тебя либо бабушка, либо ребенок, казалось бы, ты видишь это. Но вот ты, да, несколько там минут назад предложил, что, ну, вариант C, да, тут A, B, C, вариант это, если я въезжаю в дерево. Условно говоря, съезжая на обочину. В данном случае это релевантно тому, что ты въезжаешь в дерево. И ты рассчитываешь вероятности. То есть, на самом деле, вот, человек должен, ну, вроде бы, рассчитывать вероятности того или иного события, наступления его, да. Можно много говорить о том, что, ой, слушайте, да, там, таких ситуаций на дороге не бывает. Это все неправильно, нечестно, и так далее. То есть, нельзя ставить так вопрос. Вот. Но все же, если мы должны про него подумать, я сейчас чуть позже скажу, почему, да, но если выбирать это вот так, в лоб, то для беспилотного автомобиля, мы сейчас мостик такой кидаем в беспилотный автомобиль, это релевантно расчету вероятности, может быть, да. И это не инстинктивное реагирование на ситуацию, это расчет вероятности. Я расскажу так, что наши автомобили, которые мы разработаем, автомобили, которые мы разрабатываем в университете, они строят траектории, количество траекторий в каждый момент времени равно 4096 траекторий. И прогнозирование, прогнозирование, вот, горизонт прогнозирования в данном случае является 0,1 секунда. Вот. То есть, мы постоянно думаем, щупаем мир, куда мы можем поехать. Беспилотный автомобиль так устроен. Ну, вернемся сюда. И мы приходим, по большому счету, к вопросу компромисса в данном случае, да, что является для нас приемлемым. Куда мы пойдем? Мы уйдем в... Высопьем бабушку, мы должны наехать на ребенка или сами пострадать. Возможно, с летальным исходом. И дабы про это поговорить, вообще про такие кейсы, мы поговорим вот о чем. Я говорю, вот случай нерелевантный, да, если они возникают, значит, технология не... Она сырая, значит, ее нельзя выпускать на дороге. Но, по большому счету, давайте-ка вот задумаемся. Вот, допустим, мы принимаем, что вот сегодня это 99-процентное вообще вот состояние готовности данной технологии. Опыт наш езды по городу в Татарстане, в Москве, он показывает то, что мы уже отлично справимся с этой задачей. Опыт компании Яндекс прекрасный вообще, они... Огромный парк автомобилей, что они делают там прекрасно, да, то есть можно уже говорить, потому что без инфраструктуры в России, да, это можно сделать. Итого, у нас остается 1% до 100% вообще уверенность в том, что это вот точно работает. Но, предположим, что вот на это нам отведено вот то, чтобы вот этот 1% довести, нам нужно еще 30 лет. Вот что такое 30 лет? И мы говорим тоже, нет, мы не внедряем, вот 100% тогда внедряем после этого. Что такое 30 лет для нас, для России? Это 570 тысяч унесенных жизней, это погибших людей за это время на ДТП, согласно, в ДТП, да, согласно текущей статистике и то, что происходит сегодня на дорогах. 570 тысяч за 30 лет мы 100% потеряем, статистика, она такова. Вот, плюс-минус, но незначительный плюс-минус, судя по всему. Итак, у нас мы возвращаемся к тому же самому вопросу. И тут, Саш, тут надо быть сильным. Да, это тяжелые вопросы, у нас Саша даже проследилось. Ничего, что я тебя спалю. Ладно, итак, нам нужно сейчас примкнуть к лагерю, к одному из двух лагерей. Первый лагерь возглавляет Еремея Бентом, который предлагает утилитарную этику и говорит о том, что в таких случаях, про которые мы говорим, нужно минимизировать общий урон, несмотря ни на что. И в данном случае, то есть, жизнь пассажиров, она не в приоритете. Мы минимизируем общий урон. Как раз это то, что ты сказала, да, что, видимо, тогда мы оставляем это. Второй лагерь – это Эммануил Кант, который говорит о том, что давайте-ка у нас… У нас есть принцип «долго», и мы приоритизируем жизнь водителя, жизнь пассажиров, которые находятся в этом автомобиле. Машина должна продолжить движение. Она не должна отклониться от своей траектории, условно говоря, никоим образом. Итого, у вас есть два кейса, два выбора. Забота обо всех – водитель может погибнуть. Второй – защита водителя превыше всего. Ты сейчас недавно сказал, что превыше всего. Жизнь, общество, так скажем. Мы максимизируем общее благо. Теперь вопрос, вот, когда тебе нужно будет купить такой автомобиль, ты купишь такой автомобиль, который, если что, он пожертвует тобой? Да. Ну, ты сомневаешься прям сильно. Никогда в этом не было. Ну, конечно, это вопрос старый. Да, это на самом деле, то есть, есть множество исследований на этот счет. И когда мы сидим вот в такой обстановке, камерами, по большому счету, в уютных кухнях и рассуждаем на эту тему, то мы все философствуем и говорим, да, всеобщее благо – это так надо действовать. Вот, но на вопрос о том, купишь ли ты такой автомобиль, большинство ответит, что нет, они не купят этот автомобиль, который знает о том, что если что, я пойду первым в расход. Вот, так скажем. Если все это, так сказать, без шелухи произнести это все. Здесь мы говорим про социальную дилемму. Когда ты говоришь о том, что пусть другие, паттерн поведения такой, что пусть другие проведут, вернее, они покупают такие автомобили, отлично, вот пусть-пусть они вот купят, который будет за всеобщее, так сказать, здоровье. Но я, следяя себе, лично хочу автомобиль, который приоритизирует мою жизнь, жизнь пассажиров. Это все то, что мы видим, на самом деле, социальную дилемму, ее проявление, много где, в каких аспектах, каждый день мы это видим, да. Пусть мне дверь подержат, но я дверь не буду держать, это примерно из того же ранга, вот, или там, пусть более масштабно, там, выбросы бронелкового газа и так далее, и так далее. Да? Да, но тут же ты думаешь не только себе, но в этом же не может твой реван сидеть, наверное, поэтому... Это меняет много, да? Да. Вот, да, но там еще пять детей. Это твой. А, это твой, да, вот о том и речь. И когда мы говорим про людей, вот я вообще сейчас вот практически ни слова не сказал про людей, вернее, про беспилотный автомобиль, мы говорим сейчас про людей. Про, там, оптимальный выбор мы не можем говорить, то есть люди не поддаются этому, да, расчету. Мы можем сказать про рациональный выбор. Вот если эту задачу попытаться сформулировать, то она будет примерно вот так. Так мы бы хотели максимизировать все общее благо этой коллективной безопасности. Но решение принимают некоторые эго-агенты, это водители, по большому счету. И здесь для них функция стоимости, как ни крути, и множество исследований на эту тему проведено, это собственная безопасность. А это означает, что мы приходим к так называемому эффекту, феномену, трагедии общему. Вот, то есть тогда, когда вот минимизация общего блака происходит. И мы ничего практически с этим там не можем поделать. Ну, имеется в виду вот в текущей постановке. Итак, все-таки назрел вопрос, да, там, кто принимает решение тогда. Про, ну, вернее, довольно-таки часто там меня спрашивают на этот вопрос и так далее. И множество вариантов ответа здесь надо, допустим, автопроизводителя. И мы вернемся к всему тому, что я до этого рассказывал, да, рассказывал. И, в общем-то, это будет звучать как трагедия алгоритмических машин. Вот, потому что ты должен, ну, по большому счету, то есть если при текущем положении вещей говорить, ты приоритизируешь жизнь пассажира. Не того человека, который находится на пешеходном переходе. Вот. С другой стороны, например, там, какой-то автопроизводитель, условно говоря, если вдруг в какой-то жизни там АвтоВАЗ начнут делать такие автомобили, и они будут предлагать нам, ну, вот вам машина эгоист, а вот вам машина альтруист. Вот. И ты вот выбирай. То есть может быть такая опция, да. Но довольно-таки забавно будет смотреть, если это будет в одной машине сохранено, вернее, такой симбиоз, условно говоря. Ну, не симбиоз, а такое сожительство. Вот. И когда ты перед каждой поездкой, там, вместе со своим молодым человеком, с мужем, с кем-то, с близким будешь решать, а какие же сегодня на сроке безопасности нужно сделать, нужно выставить, да. Ты можешь отдать вот принятие решений государству. Пусть регулируют, да. Это часто такой подход, и в свете там, ну, России такой своеобразный путь, и отношение к... Пусть они это делают, да. То есть у нас может это, возможно, пройти... Сколько у нас? О, 30 минут целых говорю. Я думаю, я меньше уложусь. И тут вопрос. То есть нам предлагается, что какой-то законодатель предложит закон, вот, и регулирование в этом вопросе вот таким образом, поддержишь ли ты этот закон. Как правило, то есть вот многие опросы показали то, что такой закон не поддержится. Вот, то есть люди не примут это. И тогда, опять-таки, ключевым будет здесь это вот... То есть законодатели будут учитывать общее благо, да. Они будут говорить, они будут приоритизировать общее благо, коллективную безопасность. И тогда мы столкнемся, опять-таки, с тем, купите ли вы такой автомобиль. И это наложит вето на всю, вообще, на всю беспилотную отрасль, когда тебе скажут, что... Когда просто люди не будут принимать ее, эту технологию, тогда мы принесем еще больший вред, да. То есть мы не пустим просто эту безопасную, действительно безопасную технологию на дороге. В Инстаграме, в анонсе этой нашей встречи, так скажем, там был ряд людей, которые... Там кто-то задал мне вопрос, а встану ли я перед таким автомобилем? Когда вот у них ответ, да, я встану. Вот вопрос, хватит ли у них смелости принять беспилотные автомобили на дорогах. Здесь не вопрос в нас, как в разработчиков, вопрос в восприятии обществом таких автомобилей. Мы видели кучу случаев, когда на дорогах, там, в Самаре, например, автомобили подрезали такие. Ну, это в новинку им. Это в Иннополисе беспилотных автомобилей больше, чем управляемых людьми. Но в Самаре их подрезали, подрезали жестко. Их там сигналили и так далее. Вот в чем вопрос. Вопрос в принятии обществом готовности, общество принять такие автомобили. И вопрос в приемлемом компромиссе. То есть мы в итоге сейчас приходим к... Это не просто компромисс, мы должны выбрать компромисс, а то мы должны прийти к приемлемому компромиссу, который вроде бы как должен базироваться на философских мыслях и взглядах и так далее. Но, как правило, и многие люди... Вернее, тут тоже много исследований на эту тему было. И я сейчас часть... Ну, не так уж и много, но расскажу на эту тему. То есть люди не руководствуются своими философскими взглядами при... Когда им нужно действовать вот здесь и сейчас, это происходит вот резко, неожиданно. Миллионы лет нашей эволюции заложили нас то, что мы руководствуемся эмоциями, мы руководствуемся интуицией в данных случаях. И мы иррациональны в данном случае. Соответственно, какие бы классные философские взгляды не были опубликованы в книгах, какие бы взгляды философские не высказывали эксперты на диванах, в хороших библиотеках, кабинетах и так далее. Но все это на дорогах не работает. Когда мы говорим про управление людьми. Пролил. Почему? Есть прекрасный ресурс, moral machine называется. Западный ресурс прекрасный. Там собрано более 5 миллионов ответов на довольно-таки простые вопросы, которые касаются вот этого вот этического выбора. кого сбить, кому навредить. Да. И очень часто возникают такие кейсы, когда тебе нужно сохранить жизнь кошки или ребенку сохраняет жизнь кошки. Это про приемлемый компромисс, да. Если вдруг перебегающий пешеход является инициатором и причиной ДТП, конкретного ДТП, что, то есть, может быть, лучше его наказать, а не въехать в стену тебе. И очень часто именно этот утвердительный ответ на этот вопрос пешеходу навредим, но не себе. Причем мы с высокой вероятностью убьем его. Итак, в приоритизации идет не пешеходов, а пассажиров. Если посмотреть на это более так глобально, что ли, отойти от качественного оценки, анализа этих ситуаций, то можно перейти к следующему. Вообще один из самых классных экспериментов в данном вопросе, мне кажется, очень показательный, был проведен в 1970 году. Вообще, ну да, классный эксперимент в области социальных наук. Это про доброго саморитянина в жизни. Я вот так это примерно сформулировал для себя. Суть в чем? Группа семинаристов, которая готовилась стать священнослужителями в, по-моему, Пресвятырианской церкви. Вот они уже прям совсем-совсем были на выходе, так сказать. Им нужно было... Им дали задание. Они не в курсе были проведения этого эксперимента. Им дали задание подготовить доклад в соседнем здании. Нужно было выйти физически, да? В соседнем здании нужно было сделать доклад на тему притчи о добром саморитянине. Напомню, о чем эта притча. Она о том, что один человек совершал путешествие из Иерусалима и Иерихон. Он был ограблен, избит и оставлен подъебать на дороге. Через некоторое время мимо него прошел священнослужитель и левит. И не обратили на него никакого внимания, хотя явно было видно, что нужно было ему помощи. Еще через какое-то время проходил мимо саморитянин. Саморитянин – это представитель секты, презираемой иудеями в то время. И он помог этому человеку, он спас его от гибели самой. И мораль этой притчи в том, что о человеке нужно судить по его действиям, а не по религиозным убеждениям и так далее. И вот они так горячо обсуждали эту притчу. И это нужно было сделать прямо сейчас. Они были захвачены этим процессом и совершали. И они вышли, направлялись к зданию, к другому, соседнему. На их пути поставили человека, одетого в лохмотье, который при виде их начал стонать, начал хрипеть, начал просить о помощи. Но семинаристы, эти одухотворенные люди, которые должны нести свет в массы и высший образ поведения, так сказать, они прошли мимо, никто его не заметил. Это про ту философию жизни на самом деле. Скажи им об этом, вам нужно помочь заранее. Они, конечно, бы отреагировали на это. Но никто не обратил на это дело внимания. Это очень показательный кейс про нашу, ну, в целом про человеческую сущность, что ли. Я бы так ее назвал. Но я, в данном случае, меня могут обвинить в чем-то нехорошем, наверное. Потому что я технарь, вот так вот, скажем, да. Я имею дело с роботами, с машинами и так далее. Я могу быть здесь предвзятым. Поэтому я говорю, что это разговор, по большому счету. Но, естественно, отбор, он жесток. За миллионы лет мы выработали вот такой подход к жизни, к реакции на какие-то события. Вот меня жена поругала за этот вопрос. Сколько раз вообще христиане подставили вторую щеку, когда ее пьют. Ну, или там много философских таких вопросов можно задать. Или там, ну, то есть можно выйти там совсем далеко. Но факт остается, это на дороге правят эмоции. Все. То есть, как бы ты ни подходил, человек должен, кто-то еще в комментариях был, человек должен остаться на дорогах. А почему должен? Вот лично меня это не устраивает, а кого-то устраивает. И вот это речь про приемлемый компромисс. И я, мне кажется, сейчас довольно-таки убедительно говорю о том, что эмоции нами, нами правят эмоции, по большому счету. В 40-х годах прошлого века Азик Азимов сформулировал три закона робототехники, не даю ключевые. Это именно в таком порядке. Робот не может навредить человеку. Робот должен повиноваться приказам человека. Третий робот должен заботиться о своей безопасности. Через много лет, по-моему, через 40 лет, был записан, был сформулирован нулевой закон, фундаментальный. Робот не должен навредить человеку в целом. Человечеству в целом, вернее. Это ключевая, вот, мне кажется, ключевой ответ на вот то, вот человек или машина должна решать в данном конкретном случае, что будет, что должно быть на дороге. Кто должен принимать решение? Разработчик или человек сам, да? Почему? Потому что в алгоритмах нет эмоций. Ты абсолютно четко можешь заложить и проследить причину и следственную связь, что появилось в каждом конкретном кейсе, что будет. И поэтому у тебя нет варианта какого-то там непонятного, непредсказуемого. Ты все можешь это просчитать. У тебя внутри беспилотного автомобиля сидит Михаил Шумахер с мозгами, не знаю, там, со взглядами философскими одновременно всех философов мира, условно говоря, или выборки. Всех невозможно, но тем не менее. То есть то, что я предлагаю делать, и то, что мне кажется разумным, да, это перенести философию в какие-то философские взгляды, там, наиболее приемлемые. Я не сильно в них разбирался, скажу честно, но мы должны перенести их на язык, в C++. Вот. Для того, чтобы действительно ответить про этику на дорогах, да, четко, обоснованно, с метриками. Это техническая система, получается, которая прогнозируема, да, у нее есть от ожидания, дисперсия, все ясно, все понятно будет. И здесь вот этот последний слайд, это мои дети. На заднем фоне моя дочь, ей почти семь, это означает то, что через 11 лет ей можно будет получать права. И вот я и моя команда делаем все то, чтобы ей не пришлось это делать. И для того, чтобы ей не пришлось решать проблему выбора. Все. Если так, это вопрос. Только один. Что будет с пробками на дорогах, если все перейдут на бесплатный автомобиль? Слышала мнение, что пробки исчезнут? Нет, не миф. Есть, да, это не мнение, есть исследование очень большое, на него много ссылается, много раз на то, что пропускная способность таких, пропускная способность автомобиль на дорог вырастет, вырастет, причем в разы. Ну, то есть тут тоже можно, вернее, вопрос, он такой немножко с подвохом, потому что непонятно, какая будет модель владения автомобилем. То есть самым там оптимальным с этой точки зрения является модель, когда у нас, когда беспилотные автомобили, да, курсируют по городу, да, и когда ты можешь выйти, оп, и поймать автомобиль. Исследования для города Нью-Йорка показывают, город Нью-Йорк, мы себе представляем, да, это огромный мегаполис, что при таком случае можно добиться, в таком случае, да, можно добиться 40-секундного ожидания автомобиля всего лишь. Но тут еще можно добавить то, что сейчас там 85% времени, да, всего времени владения автомобилем он у вас простаивает. Вот, и тоже, ну, это такое, в копилочку туда про автомобиль, про владение им. Вот. А есть сравнительная какая-то статистика, сколько, ну, то есть, про беспилотники тоже еще вопросы, а вдруг там все коротнет, и я ничего не смогу делать? Нет, 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 это, смотрите, это все тестируется настолько, настолько четко, настолько долго. Вообще, ну, вот, я вообще не отразил никаким образом вопрос, как это тестируется, да, и как это выводится на дороге в итоге. Перед тем, как выйти на дорогу, да, проходит куча тестов, каждая из систем, да, каждая из систем происходит, то есть, автомобиль сейчас вообще в целом, его жилых, этого автомобиля, должен течь не бензин, а должен течь гидрибайты. Вот, и мы сейчас видим это абсолютно, да, то есть, абсолютно четко по капитализации, там, по стоимости компании TESA, например, да, которую выпустила в разы меньше количества автомобилей, чем Toyota, например. Да, ну, она номер один сегодня, потому что она исповедует вот эту технологию. Итак, в таком случае ты можешь тестировать абсолютно каждый модуль этого автомобиля. Ты знаешь, он прогнозируется, он исследуется от и до полностью. Это цифровая система, это IT-система становится. И дальше перед каждым выездом у тебя прогоняется ряд тестов, которые говорят о тебе, что есть окей, что есть плохо, что, в каком состоянии вообще автомобиль. Но даже если у него что-то происходит на дорогах, он это знает заранее. То есть, не может быть такой ситуации, когда ты говоришь о том, что у меня что-то, вернее, вот данным, вот коротнуло, да, и все, я качусь куда-то. На этот случай есть несколько ступеней защиты, и когда что-то такое происходит, происходит, включается дублирующая система, в крайнем случае автомобиль остановится. Да, то есть он не куда-то там съедет. Он остановится. Это один из самых важных посылов вот таких автомобилей. Они прогнозируемы. И это относится ко всему. А про деньги. Вот у меня очень интересно. Насколько дорогой получится беспилотный автомобиль, и не получится ли так, что люди, которые, ну, более не особо, бы платили беспилотные автомобили, они бы и так приняли нормальное решение, а люди начали пыркать так? Ну, не факт. Не факт. То есть ты не поймешь, он сделает нормальное решение или не сделает, да? Ну, то есть вот пока он не попадет. Это все гипотетические... Ну, это такой большой вопрос про расслоение в целом, да, особенно в эпоху, там, IT, да, особо в эпоху, там, генной инженерии и так далее, биотехнологии и так далее, про расслоение. Вот, ну, не будем об этом. В целом, если говорить про стоимость таких автомобилей, их цена неуклонно падает сейчас. Когда мы только стартовали в 2018 году, 16-лучевой, там, Элидар нам обходился, в, по-моему, что-то там, полтора миллиона рублей. А вот сейчас он много меньше. Вот, то есть что-то в районе 600 и так далее. Но я могу сейчас ошибаться. Вот, то есть это... А есть технологии... Тот же самый имеется в виду Элидар, да? Но это помимо того, что на рынке предлагают сейчас там отличные альтернативы, гораздо более дешевые альтернативы вот тем технологиям, которые были на Заре, так скажем. Вот, поэтому вот этот вот кит беспилотный, так скажем, он постепенно оптимизируется по цене, он становится более экономически приемлемым. Да, но надо понимать то, что в начале своей... Да, в своем начале беспилотные автомобили не про цену были, а не про то, чтобы показать, что эта технология работает. Да, поэтому, когда ты это делаешь, тебе нужно быть абсолютно... Ты хочешь все самое лучшее, что тебя не подведет. Ну, это стоило дорого, да. Поэтому это оправданная вещь. Сейчас, когда уже намечаются там в ряде коммерческих проектов, даже там мы, медицинский университет, да, мы делаем... Мы уже смотрим там с оглядкой на цену, когда человек... Когда заказчик говорит, мне нужен вот такой примерный экономический эффект. Да, и ты подстраиваешься, ты берешь не такой набор сенсорики, а такой и так далее, и так далее. И дальше, опять-таки, ты можешь проследить все взаимосвязи. Ты не взял лидар, ты работаешь только по камерам. Значит, у тебя есть такой-то набор ограничений. Ну, еще раз, беспилотные автомобили это про статистику. То есть, это про статистическую надежность того, что в таких-то случаях, в таких-то сценариях, при таком-то раскладе мы сработаем так-то. Не так, что это как-то сработает. И тут вообще замечательную фразу на днях мне сказал Дмитрий Порещук из Яндекса про «good enough». Ты должен быть good enough для того, чтобы пройтись, чтобы решить задачу. Она простая, но она запала мне в голову, так что это не какое-то там что-то невообразное, вернее, вообще беспилотная технология, налоги, да, как таковая. То сейчас она довольно-таки доступная. Вот. Вопрос из-за чего? Наверное, лучше не передать. Так. Фига и привет. Можно с текущим стеком технология «Достичка и всем безопасность» 90%, 95%. Есть мнение, что для 99% нужно зачитывать вопрос, нет? Наверное. Да. Есть мнение, что для 99% нужен полностью новый стек технологий, методов искусственного интеллекта, много тестирования и тому подобное. Но в данном случае является ли это действительно там новым стеком технологий? И опять-таки, вот новый искусственный интеллект, что значит новый искусственный интеллект? Нет. Уже показано то, что текущий стек справляется отлично, да. То есть мы говорим про модернизацию того, что есть на дорогах. Мы говорим про модернизацию оборудования, то есть, допустим, один из примеров таких ярких – это камеры. Изначально, ну, многие работают, там, ездили на камеру, там, каких-то автопроизводений не буду их называть, да, но сейчас появились камеры, когда со встроенным VDR, который позволяет тебе отлично срабатывать с засветами, с пересветами, динамический диапазон регулировать так, как надо. Вот. Поэтому здесь есть, ну, то есть, я бы высказал сомнения насчет вот этого мнения, что новый стек, вот. То есть, на мой взгляд, нет. Новый стек не нужен. Просто нужно модернизация, расширение того, что есть сейчас. А да, где я соглашусь, так это в том, что нужно тестировать, намного тестировано, да. То есть, понятно, что сейчас водители за рулем, но имеется в виду, люди пробегают гораздо больше. Да, то есть, их статистика на данный момент, если вот суммарно смотреть, лучше, да. Ну, почему лучше? Потому что их пробег больше, да. Беспилотные автомобили начали развиваться лишь там в 2009 году, что ли, да. Ну, то есть, если так вот говорить по большому, то есть, не какие-то отдельные кейсы. Вот. Дальше. Так что, Игорь, если что, я еще чему-нибудь тебе мы с тобой поспорим. Вот. Так. Еще вопрос. Это, если беспилотный автомобиль собьет человека, кто будет виноват? Не водитель, компания, производитель, тот, кто писал ПО? Ну, я попытался ответить вот на этот вопрос в презентации, если он не презентации, в разговоре этом, да. Потому что, ну, то есть, это сложный вопрос. Как он будет регулирован, как общество, к чему придет, никто не знает до конца, да. То есть, я высказал только свое мнение на этот счет, оно личное, что будет, и куда на самом, ну, то есть, куда, по-моему, мнение нужно идти. То есть, мое мнение, то, что, то есть, это вопрос сложный, да, но мы должны доверять алгоритму в данном случае. Вот. Они рациональны. Так. Так. Продолжение следует...